есть вот такая вот кисть наполняемая чернилами или специальной тушью я использую черные чернила для авторучек у нее колпачок вот так одевается я пытался вот так вот одеть и возмущался она 3 здесь прямоугольная а потом и догадался что оказывается так ну ладно пусть будет так это китайское производство таких сейчас очень много у нас есть вот листочек бумаги попробуем что-нибудь нарисовать в качестве демонстрации а по ходу буду говорить все что вздумается и так чистый экспромт у меня перед глазами нет ничего тема моя любимая город город заро город из ничего но обычно это у меня иркутск рисую как говорится как бог на душу положит чистый экспромт я сегодня фейсбуке разместил картинку очень незатейливую я сейчас попробую что-то подобное сделать у у нее очень много лайков она набрала в чем секрет но я думаю в том что там достаточно удачно распределены пятна цветовые точнее тоновые вот и я всегда считал и сейчас считаю что у работы у любой ну в частности в изобразительном искусстве в картине должно быть три главных качества три преимущества скажем тогда это эффект цвет света световые эффекты распределение тени и света в картине я вот сейчас рисую сам не знаю что рисую честно говоря просто линии да во что-то они вольются ну там как бы был забор у меня да а вот это не знаю но может быть это дом что ли какой-то ну давайте будем из него дом делать ну что-то такое типичная иркутская наверное раз типичный иркутская значит это деревянная а может быть давайте побудем немножко архитекторами и сделаем у него первый этаж каменный а второй деревянный такой городской тип дома а раз каменный значит вот здесь вот такой вот замок кирпичный и обычно вот такие вот в проемах окна окна выделенные наличники что ли это можем назвать не знаю вот ну там то что ниже там в тени поэтому толще рисую ну значит там окно а раз здесь вот такой вот кирпичный арка такая кирпичная ну раз это кирпичный значит он будет у нас украшен таким минимальным кирпичным орнаментом низ особенно да а верх уже меньше вообще вот эти орнаменты которые в архитектуре мы видим которые сейчас практически отсутствуют это же не просто украшательства у орнамента или как мы рассуждали в студенчестве у красоты условно называют то что называется украшательством да у красоты есть своя функция вот то есть то есть мы всегда ставили вопрос функционально ли красота но под функции подразумевается чистая такая целесообразная экономически целесообразная штуковина или детали или еще что то орнамент вроде бы как не имеет целесообразности какой-то конструктивный не несет никакой и в то же время без него архитектура перестает без детализации зачем это нужно почему это происходит ну это вопрос ну а что второй этаж у нас будет деревянный да кстати обратили внимание что в Иркутске на втором этаже часто бывают ставни казалось бы зачем ставни на втором этаже да вообще что такое ставни в деревянных деревенских домах они играют двойную роль ну кто-то думает что это для того чтобы предостерегать окна от проникновения ну в общем да защита есть в этом ну деревянные ставни сломать или просто выдернуть там эту щеколду или что там как они крепятся для того кто полезет в окно это же не представляет никакого труда если лезут грабители то есть если они лезут туда в дом явно то они будут это ломать уже не стесняясь находящихся внутри хозяев ну я имею в виду те случаи когда это бандитство разбойничество когда дом был крепостью вот то есть что там стесняться взял топор и руби ставень деревянный ставень срубить то и не сложно значит не такая уж эта великая защита то ставни играют скорее я так думаю роль жалюзи то есть закрывать на ночь вот и поэтому на втором этаже ставни на второй этаж собственно грабители и проникнуть это сильно не могут это ж надо лестницу ставить да ну конечно они ограничивают возможности ну я вот рассуждаю опять если грабители лезут втихую я уж не знаю как называются эти форточники что ли у этих бандитов то если они лезут ночью так сказать незаметно то им стекло оконная рама ну ну да в общем действительно чтобы проникнуть в дом и просто выбив стекла или выставив стекла они выставляют как-то стекла да ставни помешают наверное да вот кирпичный низ я рисую ну так вот про орнамент я не договорил у меня сумбурный трудно надо сказать вот говорить и рисовать вслух то есть когда рисуешь про себя говорить проще то есть все равно рассуждения идут я вот смотрю здесь маленький вот этот вот расстояние от земли до первого окна вообще обратили внимание что все дома в Иркутске вросшие в землю ну да потому что один метр культурного слоя за сто лет прибавляется то есть наши все дома которые которым сто лет они как минимум на один метр выше должны были бы быть и вот тогда тут появляется в цокольном этаже окно в полуподвале оно вот с таким приемком поэтому я это упустил и вот сейчас рисую то есть я вот этот домик немножко поднял и все равно он как бы по идее должен быть выше здесь наверное дверь здесь как правило он козырек над над дверью козырек над дверью с тем расчетом чтобы на крыльцо не падала вода не попадала вот козырек чтобы держать должна быть консоль консоль бывает либо вот такая деревянная да но нарисуем ее проще вот здесь как бы замок ну у нас хоть и кирпичный мы рисуем вот но все равно детали в основном будут деревянные потому что этот дом деревянные у нас в основном так сказать деревенский ой городской дом вот ну здесь дверь да ну в двери можно там старушку нарисовать дома старые поэтому там обычно живут старые люди не знаю старушка это у меня получилось или не старушка пусть будет старушка вот а у нее там собачка ну вот сразу видно уже недостаток сильно справа ну это пусть будет у меня такая боковая кулиса вот вот надо сказать окна я большие большие сильно рисовал а вот эти столбы конечно их очень много в городе особенно сейчас не знаю и на них всякие вот эти вот такие извиняюсь сопли висят постоянно это можно рисовать сколько угодно много там наверное дерево ну если она вот такое густое это значит лето да летом зелень густая значит оно такое вот у нас густое это там у нас улицы на горизонте здесь это у нас забор да вот бумагу я выбрал такую очень старая 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 акварельная бумага у нее ярко выраженная фактура очень приятно рисовать на такой мне я люблю больше ну не то чтобы люблю привык больше рисовать пером авторучкой и карандашом они дают опору кисть дает кисть дает ну понятно живость она живее кисть она ну вот рисовать удобнее карандашом и ручкой потому что на перо есть опоры там получается своеобразный штрих более жесткий более уверенный а кисть она вот она такая она живописная несмотря на то что это графика и я бы мог конечно и кистью проводить очень очень ровные линии но зачем стараться это делать когда она для того и предназначена чтобы ее линия она была такая живописная чтобы она пятнами была какая там крыша у нас ну здесь слуховое окно наверное такое вот так там еще обычно на крыше всякая ерунда но за этим домом нарисуем современный наверное дом такой вот там будет ну его естественно линиями тоньше надо рисовать еле заметными и там такая вот структура квадратно гнездовая в которой живут люди я не знаю там окна какие-то балконы я рисую эти намеки только я специально руку не отрываю и вообще вот эта манера рисования которую я каждый раз в себе вырабатываю или как бы пытаюсь тренингом этим заниматься да это же не что иное это вот то о чем я говорил это жест собственно танцоры музыканты скрипачи там например особенно пианисты у них звук рождается жестом так и тут в аппликатуре пальцев да там у гитариста расстановки пальцев в правильном движении кисти там палладу особенно это у танцоров да в спорте это движение собственно движение физическое перенесенное на движение руки потом это все переносится вся эта энергия переносится в рисунок вот что нужно людям от меня да от моих рисунков от моих а я не знаю им ну что домик ну это самое примитивное меня больше всего это угнетает когда людям нужен конкретный домик нет нет я в таких таких случаях специально сбиваю линию специально нарушаю пропорции специально убираю какую-то логику конструктивную конструктивную архитектурную в пятнах я нарисовал нарисовал тут что-то сейчас убрал не знаю не знаю столбы вот какие тут такие бывают потом там он еще столб они рядами идут обычно по улице на них всякие коробки вот провода постоянно наверху и вот не знаю опять же наверное обратили внимание я бросаюсь из одной к другой я рисовал рисовал одно потом рисую другое нету и не надо вот такой целенаправленной полномерной какой-то проработки вот здесь вот кусок проработал тут кусок проработал нет нет рисую как говорится вот душа как как рука идет вот вот идет у меня рука вот сейчас здесь я чувствую что надо надо обрабатывать здесь значит здесь ну поскольку там как бы свет то здесь это может быть совсем темный но жалко в темную убирать здесь же у нас орнаменты тоже обычно по краю по углу угол обрабатывается какими-то вертикальными конструктивными элементами а под крышей у нас обычно тоже резные орнаменты ну я делаю только намек о них я их не рисую вот 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 такой кусок мы нарисовали справа слева я пока не знаю здесь здесь можно современное здание нарисовать а ну нарисуем так вот так внизу у нас будет идти еще старый город ну и там машина у нас доходит всякие разные трамваи трамвай что нарисовать ну давайте трамвай вот какой то он такой вот там а ну так вот про отрыв руки нет вот взгляд же наш и так вот ходит мы глаз то у нас мы глаза то не закрываем когда смотрим большую эти рога у трамвая нарисовал ну ладно пусть это разбираются те кто этим занимается вот еще раз повторяю я рисую я я же не глупый я же могу достать интернет точно посмотреть эти трамваи там там машинка какая-то много их там автобус еще машина там много а там люди стоят на трамвайной остановке правда сейчас трамваи все у нас в этом самом в рекламе я как-то недавно увидел чистенький трамвай только что видимо привезли ой ну так на него приятно смотреть чистый желтенький симпатичный желтенький симпатичный ну и там ну а там можно нарисовать домик то домик тоже какой-нибудь современный нет старый нарисуем тоже такой же наверное да ну вот там вот тут он есть там вот такой дом да у него там окна вот за ним стоит двухэтажный который такой вот и рисуя в старых домах много-много вот таких вот элементов не ошибешься в общем-то их действительно много вот я начал про орнаменты говорить они на каждом этаже разные были раньше я говорю про настоящую архитектуру когда архитектура отвечала правильным гуманным принципом в данном случае и человечности чтобы человек который находился рядом с домом чувствовал себя человеком вот и орнамент это знаки которые подсказывают что есть где вот здесь между этажами это два этажа значит здесь пойдет такая вот лента который как бы показывает нам где находится разница граница между первым и вторым этажом здесь балкон пусть будет у балкона резная решетка в и и в в в в в и в в и в и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok